Второе пришествие Христа будет в третьем храме. Казалось бы, здесь все ясно с самого начала. Так написано в Библии. «И привел Он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Написано же, Господь Бог Израилев войдет в восточными воротами третьего храма. Господь Бог. Вы можете себе представить явление какого-то другого Господа Бога Израилева, кроме Иисуса Христа? Уж христиане-то должны это понимать. В пророчестве Езекииля о храме описано второе пришествие Иисуса Христа. Некоторые подробности есть и у других пророков, у Захарии. «И встанут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». Здесь написано, что Господь Бог придет не один, Он придет вместе со святыми. Для этого святые должны быть собраны из всех народов, где они сейчас есть. Ну, это понятно. Постройка храма – видное событие, и те, которые знают волю Господа о них, соберутся к этому храму. Святые должны знать волю Господа Бога. Здесь у Захарии про Елеонскую гору интересно сказано, что она раздвоится. Мы должны знать, чем знаменита Елеонская гора. Елеонская гора знаменита учением Иисуса Христа о Его Втором пришествии. Евангелие от Матфея, глава 24. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» То есть Елеонская гора – это не просто гора, а символ учения о Втором пришествии Христа. И когда мы читаем в Откровении, «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью», мы должны понять язык образов. Учение Иисуса Христа о Втором пришествии падает на неверующий мир. Море в Библии является символом неверующего мира. То, что падает именно Елеонская гора, можно догадаться из Евангелия. И Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горейся и скажете, поднимись и ввергнись в море, будет». Слова о горе, которая вернется в море по нашей вере, были сказаны Иисусом Христом, когда Он был рядом с Елеонской горой. Итак, согласно Захарии, ноги Господа встанут на раздвоившуюся Елеонскую гору. Вы должны понимать, что означают разные части тела в теле Христа. «Ноги» — это благовестники Евангелия. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». «И как проповедовать, если они будут посланы?» «Как написано?» «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Благовестники Евангелия должны собраться на Елеонской горе. Но гора эта почему-то раздвоится. О каком раздвоении речь? Если вы внимательно изучите пророчество Езекииля о храме, то вы найдете ту гору, на которой стоял в своем видении пророк Езекииль, на южном склоне которой будет построен Третий храм. Эта гора находится в Иудейской пустыне. И что интересно, храм расположен на южном склоне горы, а с восточной стороны, за оврагом, находится другая гора. То есть Третий храм расположен между двух гор. Вот вам и раздвоившаяся Елеонская гора. Она уже есть. Теперь наша вера должна переставить историческую Елеонскую гору в Иерусалиме на новое место в Иудейскую пустыню. Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Вы видите, что все слова Иисуса сбываются. Елеонская гора уже найдена в Иудейской пустыне, и в сознании верующих началось перемещение прежней горы на новое место. Осталось собраться там и построить Третий храм. К сожалению, у многих христиан сложилось представление о втором пришествии Иисуса Христа как каком-то внешнем для них событии, примерно как у иудеев 2000 лет назад. Вот приедет барин и нас рассудит. Сядет великолепный царь на троне в Иерусалиме, и тут-то заживем. Так и христиане сейчас. А они ждут чего-то внешнего. А Христос должен быть и действовать в нас самих, у каждого изнутри. Бог должен быть в сердце, царем нашего внутреннего мира, вселенной, которая в каждом человеке. Если для вас Христос внешнее, то вас жаль. Не вы будете судить мир, а Христос придет судить вас, придет вместе со своими настоящими святыми. Потому что настоящие святые придут с ним к восточным воротам третьего храма, войдут славой Господа в эти ворота, соберутся в белых одеждах, как облака небесные столпятся на двух горах возле храма, как ноги Господа встанут на раздвоившейся Илеонской горе. Когда наступит десятый день вхождения святых в восточные ворота, во второй половине дня, к вечеру, восточные ворота храма затворятся. В этот-то момент, как написано у пророка Захарии, и явится свет. Труба седьмого ангела возвестит, что в храм вошел Господь Бог Израилев. Второе пришествие Христа будет объявлено свершившимся. Кто не успел войти в восточные ворота на брачный пир, останется опоздавшим навсегда. После явления Господа Иисуса Христа воскресение первое можно считать свершившимся. Оставшиеся христианские конфессии и деноминации можно считать несостоявшимися. И чего еще могут ожидать те, которые в пришествии Христа никак не участвовали? Родится новый народ, Израиль. Евреи примут явившихся в восточные ворота храма, как должны были принять Иисуса Христа две тысячи лет назад. Мы будем одним народом, одним жезлом в руке Езекииля. Ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл, напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл, напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя, сыны народа твоего, не объяснишь ли нам, что это у тебя, тогда скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей перед глазами их, то скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства. Иудеи и верный Христу остаток христиан Ефрем соединяться в одно царство, одно государство Израиль. Не Вавилон христианских конфессий поглотит в себя евреев, а наоборот, вышедшие из христианского Вавилона вернутся в землю завета, соединяться с иудеями государства Израиль. При этом вместе с ними, избранными от четырех ветров, в Израиль явится Дух Господень, и весь Израиль станет царством Бога на земле. Срок постройки третьего храма 16 сентября 2023 года. Так получается по пророчествам Библии. Подробно о храме и всех вопросах, связанных со вторым пришествием Иисуса Христа, можно прочитать в книге «Храм в соответствии с пророчеством Иезекииля. Проект 1534». Ссылка для скачивания книги находится под видео. Почему проект храма назван проект 1534? Он так назван, чтобы как-то можно было отличить этот проект от других возможных проектов третьего храма. Номер 1534 в еврейском словаре Стронга это слово «голгал», что означает «вихрь». Продолжение следует...» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...